О чудная Тарковская погода, июньский снег ложится на пески, и белый день по линии исхода клонится к седине моей реки. Татьяна Тарковская родилась 24 мая в Барнауле. Сейчас проживает в Таруханском районе вместе с супругом и детьми. Окончила факультет филологии и журналистики по специальности филология. Долгое время работала на телевидении и на радио. Выпустила две книги стихов «Вне круга» и «Сборник». Любит перечитывать поэзию Серебряного века и с интересом читает современных авторов. Лауреат премии имени Пушкина города Барнаула и лауреат премии имени Мерзликина. Мне кажется, это настолько органично изначально присутствовало, что даже невозможно найти первый этап, нащупать, когда это вдруг происходит. Есть только какие-то, может быть, воспоминания, какие-то ассоциации из детства, которые ясно говорили о том, что ты принадлежишь вот к этому миру, вот к этому типу мира ощущения. Конечно, ни о каких гаджетах тогда речи не шло в мои юные годы, зато прекрасно в качестве листа, в качестве полипри подходили трамвайные окна замерзшие, и ты чего-то там буравишь первые свои буквы, слоги, и произносишь, и сочиняешь. Отсюда родилось сочинительство. У меня крепкая связь. Откуда это пошло, вы спрашиваете. Ну, из трамвайных песенок. Работа серьёзная начинается с момента критики. Когда ты приходишь и говорят, вот эта девочка пишет стихи, или мальчик, давайте посмотрим, может, мы его возьмём на шикарную компанию. Устраивается разбор полётов, и говорят, стихи плохие или хорошие. И начинается страшная ломка, и какая-то внутренняя драма, и ты тогда понимаешь, что вот пришло время над собой работать. Либо ты отказываешься вообще от этого пути. Ну, вообще стихи, я говорю об этом так достаточно легко, ритмично, но на самом деле это достаточно тяжёлая форма работы душевной. Драматичная, тяжёлая. И в принципе, я считаю, что поэт, ну, это, как правило, человек с очень трагическим мировосприятием. Поэтому всю жизнь находиться на вот таком душевном разрыве, в этом потоке какой-то боли, да, ты просто, ну, это очень тяжело. И мы знаем огромное количество примеров достаточно трагических биографических у поэтов. Ну, у нас творческих отношений нет, у нас есть семья. Ну, разумеется, довольно большая тема наших разговоров – это литература, это, в принципе, гуманитарная сфера, социальная какая-то, да. Если говорить о творческом сотрудничестве или, там, о моём ученичестве и его учительстве, интересно, что мы взаимоотношениями. Ну, как-то у нас вот нет, нет, так было пока. Это, в общем, уникальный шанс, и я так понимаю, сейчас спасибо, что вы мне об этом сказали. Столько людей хотел бы поучиться у Тарковского, а я что-то всё время убираю дома и воспитываю детей. В общем, у нас литературная жизнь, она достаточно весёлая, без занудства там какого-то, что вот мы садимся вечером, открываем книжку и начинаем семинар. Такого у нас, конечно, не происходит никогда. Мы больше там думаем, как соорудить крыльцо и как вообще, стоит ли бревно в нашем доме шлифовать или, может, его рубанком вообще, потому что мне же пыль убирать. Ну, всё-таки вот вещи житейские, очень весёлые. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!